Обрушившийся во второй половине дня снегопад стал проблемой для харьковских автомобилистов. Водители простаивают в пробках, автомобили буксуют на дорогах. Большинство автомобилистов уверяют, метель застала врасплох. Даже по главным магистралям транспорт едва движется. Водители возмущаются и сигналят друг к другу. Ну, неудобно, конечно. Ну, а что делать? Не успевают. Там очередь, спасибо. Срезать через переулки в гору осмеливаются только самые решительные. Но выходит это и у них далеко не всегда. Некоторые после пары неудачных попыток подъема разворачивают свои авто. Другие паркуются у обочины на аварийках, чтобы переждать. В такую непогоду не скрывает Авраам. Не помогает и хваленая импортная зимняя резина, которую он поставил на свою Тойоту еще в октябре. Ну, спасает это процентов 10, если честно говоря. Потому что больше машина скользит во время торможения. Ну, и погодка сама как бы сильно дует снег. И не видно даже машины боковые, задние не видно. Только перед видно и все. Если в течение часа коммунальщики не выведут свою технику, возмущаются водители, ездить станет просто невозможно. Конечно, сложно. Пробуксовывают машины? Пробуксовывают, конечно. Тяжело? Тяжело. Не вижу техники вообще. Не чистят, по-моему, вообще. А вот пешеходы к сегодняшней непогоде относятся с позитивом. Хоть и признают, что передвигаться в метель гораздо сложнее, уверяют. Снег заряжает предновогодним настроением. Погода непредсказуемая, меняется очень сильно. Два дня назад было резкое потепление, потом мороз и сегодня метет. В общем, не очень. Это зима пришла. Да, это здорово, хорошо. Но не очень, конечно, можно тяжело передвигаться. Когда выходил из дома, было нормально холодно. Сейчас, конечно, стало потеплее, но как-то погода не улучшилась, если уже на то пошло. Намного хуже стало, потому что довольно-таки сильно заметает. Если так продолжится дальше, завтра опять будем прогребаться на работу. Ну, собственно, что я могу сказать по поводу погоды. Нормальная зимняя погода. Правда, уже на завтра синоптики прогнозируют значительное повышение температуры и снег с дождем. Вилен Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения новости.